Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Что делать, если очень сильно нравится один мужчина, но он нуждается во мне только когда он пьян, тот, который мне не нравится, и звонит мне, и зовет меня отдыхать, постоянно ищется на встрече. С этим мужчиной я знаком всего лишь года четыре, а такое ощущение, что я знаю всю жизнь, что мне делать. Вообще, если говорить о том, что вам делать, то я бы вот прям предложил бы подумать о психотерапии. Потому что когда вам нравится тот, кому не нравится вы, и это довольно длительно, скажем так, протекает, то это уже может быть психологическая проблема, а именно избегание близости, страх перед ней, перед близостью, я имею ввиду страх, страх перед близостью. И в целом, вероятно, такой запрет на создание семьи вполне может быть. Это первое, это первое, на что хотелось бы обратить ваше внимание. Второй момент, вы говорите о том, ну, соответственно, что вам нравится, нравится мужчина, ну, один мужчина вам нравится, да, другой мужчина вам не нравится, вот. И мой вопрос, пожалуй, будет заключаться в том, как именно вы понимаете, как именно вы определяете, что вам нравится человек, то есть вот вы говорите, что вам нравится мужчина. Вот как вы это понимаете, что вам нравится, чего вам хочется. Можете ли вы это выразить словам? Можете ли вы это, скажем так, вербализовать? Вот это, в данном случае, то, что меня очень интересует. Потому что природа, природа вашей симпатии, крайне важно, крайне важно, то есть крайне важно для вас увидеть, что из себя представляет ваша симпатия, вот, на что она, скажем так, направлена и нацелена ваша симпатия и чего вам хочется. Также, также, то, что вам не нравится. Вы говорите, что вам не нравится мужчина, да, мужчина, да, вот, да, другой мужчина вам не нравится. То же самое, как вы понимаете, что он вам не нравится, вот, как вы... Ну, в чём это проявляется, да, в чём проявляется, то, что вам не нравится человек. Пускай вас в данном случае не смущают эти вопросы, которые могут казаться вам, ну, скажем так, элементарными. Пускай вас это не смущает. Дело в том, что элементарность этих вопросов несколько обманчива. И ваша задача заключается в том, чтобы найти ответы на эти вопросы. Ваша задача заключается в том, чтобы ответить себе на эти вопросы, тем самым, сформулировав, или хотя бы увидев для себя то, что вы чувствуете, вот, чтобы не обижать, ну, условно говоря, да, ну, опоряжав саму себя. Если, если предполагать, то лично я думаю, что вам нравится мужчина, мужчина, ну, вот этот, которому вы нужны только когда он, значит, пьян. Я думаю, что вам нравится идея, такая идея. Идея спасаться человека, идея, что вот он вас нуждается, вам это нравится, на мой взгляд. То есть, вы чувствуете, что он может быть, ну, скажем так, зависим от вас. Вот. И это вас по всей видимости привлекает. Другой человек, другой мужчина, который не, ну, или менее, скажем так, менее, зависим от вас, вызывает вас меньше привлекательности, потому что он более, он более независим, он более свободен. То есть, вам кажется, что вот этого человека, который, которому вы нужны только когда он пьян, вы могли бы привязать к себе. Вот. А другого человека, вы, к сожалению, к себе привязать, ну, не можете. Вот. И отсюда, на мой взгляд, возникает для вас вот эта вот ситуация, ну, вот ситуация, так сказать, того, что вам этот человек не нравится. Вот. А, само собой, само, само собой, само собой, само собой, я могу быть не прав, и само собой, ну, может быть, всё по-другому. То есть, может быть, всё вообще не так, как я думал, но с учётом того, что вы написали и с учётом моего опыта, я думаю, что, ну, вот есть определённая доля вероятности, вероятность того, что это, того, что это так. Вот. Хотя, безусловно, это, ну, безусловно, это не есть хорошо. Ни для вас это не есть хорошо, ни для, там, мужчин, да, это не есть хорошо, это не есть хорошо. Конечно, ну, как или иначе, вот, таким образом отношения выстраивать было бы довольно, ну, довольно сложно, да, довольно проблематично, я бы, я бы так это сказал. Вот. Ну, в то же время, конечно, вне всякого сомнения, вот, решать в этом смысле только вам. То есть, нет всякого сомнения, только вы решаете вот то, ну, какими будут ваши отношения. Так что, эм, мой ответ, он, таков, я надеюсь, что вам это было интересно и полезно. Вот. Эм, я хотел бы ещё обратить ваше внимание на, на мой, на мой взгляд. Эм, странное, значит, эм, высказывание ваше касаемо, эм, того, что вы знаете, его четыре года окажется как будто от его всей жизни. Вот. На мой взгляд, четыре года – это срок. Достаточно для того, чтобы, ну, более-менее, э, более-менее, э, сложить, э, значит, ну, э, сложить, э, представление о том, э, о том, э, кто, э, кто перед вами, да, то есть, ну, что за человек, э, перед вами. Вот. То есть, на мой взгляд, это, вот, более чем, более чем, чем достаточно. Хотя, конечно, э, здесь, э, ну, возможны, скажем так, возможны, да, э, варианты. Вот. То есть, тут вот для меня, для меня, вот это, э, несколько, э, несколько стран. То, что вы, эм, ну, то, что вы описываете. То есть, вы пишите это так, как будто вот, э, э, ну, четыре, э, как будто четыре года – это очень, очень мало. На мой взгляд, это, э, это более чем, более чем достаточно. Вот. И, э, второй, э, второй момент, на который я хотел бы обратить ваше внимание, это, э, ну, вот, не смешает ли вас, что человек, э, только в состоянии алкогольного отменения вам звонят, то есть, ну не смущает ли вас, что у него могут быть вот, ну на самом деле, проблемы с алкоголем, да? То есть вот не смущает ли вас эта история? То есть на мой взгляд вы к этому, ну как будто бы относитесь довольно-таки, я бы сказал, пренебрежительно, легкомысленно. Если мужчина довольно часто напивается, ну к примеру, что тогда? Понимаете, да? Безусловно, я не хочу вас пугать, потому что я не знаю, что за человек там. Но, тем не менее, хотелось бы, чтобы вы были повнимательнее и, скажем так, побережнее к себе. Буду благодарен за обратную связь, по моему ответу это позволит вам начать на собой работу. Желаю вам всего самого доброго, удачи, обращайтесь. Пав replay. Продолжение следует...